Здравствуйте, финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Россияне предпочитают виртуальные деньги. Компании PayPal и Data Insight провели исследование и выяснили, что только 5% активных интернет-пользователей расплачиваются наличными, а 49% предпочли бы оплатить товар или услугу прямо в мобильном приложении, если бы была такая возможность. За последние 12 месяцев 25 миллионов человек в России совершили хотя бы один онлайн-платеж. Между прочим, еще 10 лет назад средний кошелек состоял исключительно из наличных. Потом часть средств стала храниться на зарплатной карте, а сейчас помимо основной карты россияне часто имеют другие дебетовые карты, кредитку и электронный кошелек. А что, действительно удобно, щелк и готово. А как на почту сходишь коммуналку оплатить, так потом неделю кошмары снятся. За 11 лет существования ОСАГО страховые компании присвоили 300 миллиардов рублей из средств, полученных от продажи водителям полисов. Об этом сообщил руководитель Ассоциации по защите страхователей Николай Тюрников. В 2014 году, например, по ДТП страховые компании выплатили 59% вместо 77%. То есть собрали 151 миллиард рублей, а заплатили только 90 миллиардов рублей, хотя должны были 120 или на 25 миллиардов больше. Тюрников пояснил, что страховые компании должны выплачивать участникам дорожного движения 80% от того, что собрали. Внимание, вопрос. Какого черта стоимость ОСАГО поднимают? Россия и Вануату планируют подписать соглашение о безвизовом режиме в сентябре этого года в Нью-Йорке. Вануату ищет сотрудничество с Россией в различных сферах, в том числе в области сельского хозяйства, рыболовства, безопасности и туризма. Кстати, недавно Россия подписала безвизовое соглашение с коренными жителями Фиджи. По договору аборигены обязуются выяснять национальность туриста, прежде чем его съесть. Соглашение подразумевает и то, что россияне и фиджийцы друг друга есть не будут. Честно говоря, я как-то и не хотел. Российский фондовый рынок открылся слабым снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1622 пункта. Хуже рынка торгуются Мичел, Алроса, Татнефть, ММК, Башнефть и Ростелеком. Среди лидеров Роста Интеррао, Полюс Золота и Россети. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением. На азиатских площадках разнонаправленная динамика. Курс доллара на 1 апреля 60 копеек. Курс евро 90 копеек золт стоит 101 рубль за грамм. Серебро стоит 3 рубля 30 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent даром. На сегодня это все. Удачи в делах.